Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на моем канале, а я в солнечном Петербурге. И знаете что? Выбор объекта для сегодняшнего обзора очень тяжело мне дался. С одной стороны, обязательно нужно обозревать корюшку, главную рыбу города, но, конечно, моно-выпуск про нее и про блюдо с ней был бы скучным. С другой стороны, очень много титулованных заведений. И те, которые Вертуит выбирал, и люди в целом хвалят, но тоже как-то душа не лежит. И я вспомнил, что доброй традицией в хорошую погоду были обзоры заведений на Рубинштейна. Их было три штуки, но я посмотрел дату. Два года назад последний. Я уверен, что вам будет интересно. Без повторок сегодня, хотя ребра во Фрэнке и любимые бургеры Краб с промокодом МАКСБРАНТ на скейт 200%, тоже бы хорошо, но мы там были. Пересмотрите по ссылке в описании, а мы идем в новое для меня и для вас заведение на Рубинштейна. Господа, я к вам с розыгрышем сертификатов в московский ресторан Бирхаус на Бельмановской 4А, где все блюда стоят по 200 рублей. Помните этот обзор? Нам с Денечком уже по пиву принесли. И давайте посмотрим, хорош ли он на вид. Пять сертификатов по 2000 рублей будут разыграны в Телеграм-канале Скейткомет. Правила, как всегда, максимально просты. Перейти в этот Телеграм-канал по ссылке в описании, подписаться, нажать кнопку участвовать и ждать. Всем удачи! И первым на пути мне приглянулся мексиканский ресторан Трес Амигос. Господа, знали бы вы, как я кайфую от летних веранд? Небольшой ветерок, но если ты теплоодет, тебе он нипочем. Звуки улицы, солнышко прорывается, в любом случае ты его видишь, ты его чувствуешь. И, конечно, свежий воздух, да, в центре города, но все равно это приятнее, чем внутри. Где, кстати, темновато, романтично, с таким, с пришелым светом, все-таки на улице кайф. И естся здесь вообще по-другому. Что у нас по меню основан в 2003 году? На Рубинштейна было три обзора, и мы мимо проходили и ни разу даже не видели это название. Вот реально здесь уже сколько получается? 19 лет. 19 лет заведению, я про него даже не знал. Уверен, что многие питерцы тоже. Вот в комментариях напишите, пожалуйста, если вы из Петербурга, или вы тут долго жили, знали бы вы про Трес Амигос или нет? Так, ну здесь чисто мексиканская классика. Тако, салаты, начос, кисадия, папа-пиканты, энчеладос, буррито, супы. В общем, куча закусок, я так понимаю, что острые в том числе. Пообщаемся с официантом и выберем. Я увидел халапенье. Это перец в каком-то виде или что это? Смотрите, есть перчики-халапенье, фаршированные сыром. В панировке они обжариваются в фритюре, подаются сметанным соусом. Либо поострее, это перчики, внутри будет фаршированные говядина, говяжем фаршем, и обернутые беконом, и сверху соус барбекю. То есть... Они поострее идут. Перчики, говядина и бекон еще? Да. Ну так чего мы ждем? У меня две новости. Хорошая и плохая. Плохая в том заключается, что на кухне сейчас заминка, запара, задержка, поэтому наш заказ будет готовиться дольше, чем обычно. Но хорошая новость. В таких случаях бесплатно в качестве комплимента подают начесо и три соуса. Ну слушайте, это на самом деле сервис прекрасный. Начнем мы с гуакамоле. Вот так вот раз, и вот так вот два. Спелейшая авокадо, соль, специи. Насыщенность. Вот так бы я сказал. Похрустеть в ожидании самое то. Это у нас сметанно-чесночный. Тоже чуть-чуть. С карри. Прям как будто ты сейчас курицу почувствуешь, потому что предвестник курицы часто карри. Мог быть и по-чесночнее, но, взрослым, мог быть и менее карри. Тоже приятный. Ну и давайте красный острый. Вот так вот. Жиденькой, поэтому давайте вот так. Хорошо. И вот не знаешь, какой лучше? Я думаю, что лучше все. Тем более бесплатно. А вот за это мы уже заплатим. Чича марада. Любимый национальный напиток. Варится из специальной фиолетовой кукурузы с добавлением ананаса, яблока, лайма, корицы и гвоздики. При малом количестве калорий этот напиток добавляет бешеное количество энергии. На выбор, холодный или горячий, мы взяли холодную. Все-таки погода позволяет 300 рублей за стакан. Да неплохо, слушайте. Чувствуется гвоздика, то есть такой мексиканский глинтвейн. Терпка, танина как будто на послевкусии, сладенько, очень так широко, то есть чувствуется и красная ягода, и вот та же самая гвоздика. Кукурузы фиолетовой нет во вкусе, но с другой стороны я ее и не знаю, поэтому может быть это она. Безалкогольный, но такое чувство, что может алкогольный тоже хороший, я уверен. Прям хорошо. 300 рублей адекватная цена для такого. Кесадия. Хрустящая пшеничная мексиканская тортилья, наполненная гуакамоле, спелыми томатами, халапенье, шампиньонами, луком и сыром. 430 рублей за кесадию кон кэсо, то есть с сыром. И вот такая вот у нас подача. Ох, ребятушки, ну слушайте. Ну 4 обломова, ну 5, 5 обломов здесь есть. И кстати, смотрите, очень много сыра, халапешка, томат, гуакамоле и аромат. Какой же здесь запах, ребята, ребята, вы не представляете. Ну и давайте кусать. Сыр, конечно, делает свое дело. Вспомнить любое блюдо, куда вы добавили сыра, больше, чем нужно было, больше, чем хотелось. Поэтому вот вы едите через толщу этого ингредиента, прорываетесь и кайфуете. Да, жирно, да, калорийно, но так кайфово. Шикардос. Опять же, хуакамоле яркое. Чувствуются хорошие томатики и халапешка. Вот здесь где-то, ну, 2 Никита есть Петряева в одной. Потому что будет эффект накопительный, но в любом случае прям это хорошо. Отличная закуска. Я впервые здесь и понимаю, что много потерял. Мог это снять и узнать о нем, ну, и 2 года назад, и 3. В общем, лучше поздно, чем мимо. И последнее блюдо в этом заведении – халапеньо. Мы взяли пиканто тассино 490 рублей. И вы посмотрите, какая же это красота. То, что аромат здесь невероятный, я думаю, что вы догадываетесь. Но в любом случае, как бы, не чувствуете. Но это, конечно, шедевр, ребята. То есть тут бекон, а под ним халапеньо фаршированной говядиной. И посмотрите, как это сочно. Ох, ребята. Нам сказали, что это острый. Почему-то я им верю. За ваше здоровье, господа. Тут прям два эффекта. Точнее, два эффекта жжения. Потому что горячо и потому что классная халапешка. Ох, ребята. Это прям нужно запивать и заедать. Барбекю. Давайте прям макнем обильно. Вот так. Хорошо. Это приятно. Это жгуче. Ты с этим борешься. Местами выигрываешь. Местами сдаешься. Ну, понимаешь, что 490 рублей стоит определенно. Да, раньше было дешевле, но раньше все было дешевле. Закуска. Не основное блюдо. То есть нужно и запивать, и, может быть, чем-то сливочным. Заесть в плане десерта, может быть. Но то, что это близко к шедевральному, 100%. Ох. Прям огонь. То есть, Никита Петраев, сюда не иди. Те, кто не любит острое, не заказывайте. Здесь вот в одном куске из трех уже четыре. Я думаю, что здесь есть целиком, но пять наберется в сумме. Ну, прям яркие впечатления. Однажды мы в Юнге пробовали корюшку. Поэтому сегодня попробую в другом месте. Неплохое заведение с морской тематикой, но было уже. Не повторяемся сегодня. Петербург – уникальное место. Мексика и Куба буквально через дорогу. Знаете, что я вам скажу? Здесь довольно уютно. Вечером, конечно, хорошо приходить сюда, когда музыка погромче, когда на улице уже темно. А здесь царит, наверное, атмосфера свободы и путежа. Сейчас тоже неплохо. Очень, кстати, симпатичные виды на стене открываются. Все-таки это больше как бар. Да, здесь большое меню с едой, но кубинское заведение приходит, чтобы выпить в первую очередь. Как я понимаю. Мы закажем что-нибудь классическое национальное и открыт сезон корюшки в банановом листе. Ну, слушайте, нужно брать, пока она есть. А что из классического, вот прям такого интересного кубинского есть? Горячая – это арива консьер. Это самая популярная куба. Консильер аль-мандарин. Там у нас что? Белая нежная рыба, кубинский рецепт. А там мандарины или так называется просто? Да, мандарины. А это как салат или это как горячая? Да, это горячая. Ну, давайте консильер аль-мандарин. И все-таки, раз вот вы прям открыли сезон, давайте корюшку. Первым принесли напиток. Кубана маракуйя шприц. 290 рублей за такой вот стаканчик. Шприц чувствуется. И вот что-то общетропическое. Угадывается маракуйя, но как будто здесь и апельсин, возможно, мандариновый сок. То есть, немного горчит. Сладко в целом. Приятный такой прохладный апельсинчик. Это фиаско, братан. 45 минут несут корюшку. Ее 3 минуты жарить. Ну, еще секунд 15 обвалять в муке. И горячая тоже не может столько готовиться. Напиток сразу принесли, а тут 40. В общем, подходит официант, говорит, да, да, сейчас 5 минут. 15 проходит, а вообще ничего. В общем, если бы не обзор, я бы давно уже за шприц расплатился и ушел бы. Но все-таки я заявил, что приду. Мы уже сидим. Как бы вы ждете и корюшку кубинскую, и их местное блюдо. Но это, конечно, не дело. Но там висит грамота, критика Бориса. Уважаемый Борис, перепроверьте, пожалуйста, о Куба на предмет сервиса. Потому что пока что это ужасно. Напоминаю, что в предыдущем заведении сказали, что будет ожидание повышенное. И дали комплимент на час. Здесь ничего. Я не прошу, что мне что-то дали. Я хочу, чтобы мне точно сказали, когда будет мой обед. Уже ужин. Консильер аль-мандарин. Филе белой нежной рыбы, приготовленное по традиционному кубинскому рецепту с начинкой из ветчины и сыра. И обжаренное в панировке с тропическим соусом из апельсина на воздушной подушке из латных листьев. 670 рублей. Ну, слушайте, выглядит и правда симпатично. Белая рыба с начинкой. Это у нас все-таки апельсин, а не мандарин. Ну, вроде как. Ну, в целом сытно. 670 рублей, ну, по виду стоит. Самое главное понять, какова эта рыба на вкус, нежная ли она. Рыба с ветчиной и сыром. Интересное считание. И анонс из банки. И апельсинка. Ну, в целом приятно. Если бы не ожидание в 47 минут, то был бы вообще шик. Пар идет, и в целом все это сочно, ароматно и приятно. Хорошая филешка. Не знаю уж, насколько бы, да, аутентично, но вкусно. Опа. Айоли, сальса, банановый лист, гренки и 6 штучек корюшки. В принципе, не обманули на вид. Знаете, вот так вот по островитянскому, то есть, как будто из каких-то палок плод сделан. Также и здесь сделана решетка из рыбы. Горячая, то есть, только что приготовили. Можно было и быстрее. Ну, самое главное у корюшки это что? Правильно, это хвост. Солоноватый, в панировочке, хрустящий. Корюшка есть корюшка. Реально вкусно. Соусы обычно никакие не нужны. То есть, можно, я разрешаю, но она самодостаточная. И давайте макнем в айоли. Правда, чесночок очень хорошо играет с рыбой, но, повторюсь, ей никто вот чисто леденей не нужен. Хотя, может быть, соусы для гренок. И давайте хвостик в сальсу. Ну, сальса пресная. То есть, она горчит, но ни соли, ни остринки нет. Плоская. Все-таки лучше сюда. И какая же здесь промасленная гренка. Вот так. Ну, неплохо. Цена адекватная, то есть, 600 рублей, закуску разнообразную. Это хорошо. И здесь, конечно, обязательно нужно пить ром. Мы не сегодня, но вообще надо. Первый раз за очень долгое время не оставил чаевые. Но ничего страшного, идем дальше. Вот так вот быстро закончилось Рубинштейна. На самом деле, интересного прям ничего на четвертый обзор мы не нашли. То есть, два заведения и какие-то урывки. Любимый Миткоин. И, к сожалению, там очень повысились цены. Мясные суши полторы тысячи, а были, по-моему, 850. Ну и все остальное, соответственно, тоже. Атом, он же Атом, 890. Кебаб 1000, 1050. Я все понимаю, да, но... Но идем на другую улицу, соседнюю, потому что там точно есть, что вам показать. Естественно, как только я узнал, что в ТБП-баре сезон корюшки, как, собственно, и много где, я решил, что все-таки нужно сюда сходить. Тем более, где, как ни здесь, можно ее еще интересным запить. Вы не поверите, здесь корюшку подали за 5 минут, как, собственно, должны. 400 рублей за вот такую вот бодейку. Там было 6 штук, а здесь она поменьше, но зато, ну, около 15-16. В общем, хорошо. Также взяли соус тарта, чтобы по классике пройтись. Да, как бы я ем без соуса, но если брать, то все-таки, мне кажется, что классика. Аперитив-сопровождение. Кислый L-C4 за 400 рублей. Зеленое яблоко, лимон, возможно, лайм, крыжовник. Если его нет, то вполне мог быть. Ну, вот прям такой вот поздневесенний кисляк. Или конец июня, когда ягоды уже начинают спеть, но еще не до конца дозрели, и они еще зеленые. То есть ты чувствуешь их потенциал, но пока еще все зелено. За ваше здоровье, господа. Грейпфрут. Точно. Чуть-чуть горьковатый, но с большим количеством оттягивающего на себя сахара. Вкус богатый, легкий, интересный. 5,5, но пьется вообще легко. Супер питкая штука. Написано, что лайм, апельсин, но мы это с вами знаем, что здесь еще и коломансия с танджарином. Ну да, богато, легко и вкусно. То есть это крафт, который приятно пить. И не на один раз. Потому что есть, когда ты понял вкус, там типа борщ, там я понимаю, что... Все. А здесь я бы и посоветовал, и повторил бы. Ну а это корюшка. 400 рублей. Тоже дешевле, чем в Кубе. То есть там и дороже, и меньше. Ничего лишнего. Мука, соль и рыба. Да, это все-таки ритуал. Ежевесенний питерский ритуал. Приносишь домой, семье, готовите. И вот суперсытный, суперпитерский, классный традиционный обед. Я не знаю, сколько там борщиков. То можно и съесть как семечки, там, ну и 2 килограмма. 3 даже на семью. Ну, как семечки, в смысле не заметив, а не как семечки 2 килограмма. Ну, понятно. Чистится вообще-то, смотрите, берем за хребет и все, остальное можно есть. Но единственное что, я бы ее здесь сделал более соленой. Не хватает ей усить для вкуса. Да, вот как будто бы соли добавить, и было бы идеалой. Устущий. Ну да, вот здесь понятно, зачем соус. Пазл сложился. То есть без соуса нужно есть, когда у тебя обилие соли, когда ты сам готовишь. А в заведениях много людей разных, и не все любят соль. Это больше, чем просто закуска, чем просто рыба. И я уверен, что только питерцы могут понять, насколько это классно. Только питерцы, у которых это в семье было, ну, не прям культом, но чем-то особенным. На всего там, ну, полтора-два месяца в ходу, поэтому нужно успевать. Секрет поли-шанеля. Оказывается, нам подали с солью. Ну, да, как я и думал. То есть всем не угодишь, поэтому не досаливают, чтобы вы могли сами посолить. А я ведь посолю. Вот так. Да. Я как петербургус очень люблю соль. И все-таки уйти с Рубинштейна, не побывав в Вайс-сити баре, было бы неправильно. Он работает только после шести, поэтому сейчас время пришло, и мы в гости отправились. Столько раз мимо ходил, но вот с обзором, да и даже просто так, там не был. Надеюсь, там интересно какие-то, что поесть, выпить. Возможно, там и вкусно, но только на личном примере. Только так. Что у нас по меню? Большой лист с коктейлями и в целом алкоголем. И маленький листочек а-ля флайер. Пицца, роллы, запеченные суши, салаты, закуски. Понятно, бар здесь выпить и чуть закусить. По авторским коктейлям. Pink Pussy, Blowjob, Рыжая собака, Хиросима, Рафаэлла, Майтай, Овейшн, Маргарита, Негро. Нет, все понятно. На другой стороне вино, Крепыш, есть Хендрикс, нет Манки-47, ничего страшного. Биттеры, ликеры, виски, вермуты. Ну, в принципе, реально, сесть вот вечерком на Рубинштейн, на чего-нибудь взять. А может, Гимлет взять на Хендрикса. В общем, еда тоже важна. Так, салат с креветками и авокадо всего 550 рублей. Либо порция микро, либо, я не знаю, то есть это очень несовременные цены, потому что все же подняли, и тут, ну, ниже 700 я не ожидал. А, ну, Оливье 340, тоже дешево для центра. После Новосибирского Хайда я подсел на Гимлеты, и это Гимлет на Року. Нет в меню конкретно его, но можно к Барону подойти, он вам сделает. 600 рублей на хорошем джиме. Лайм. Немного сахара и, соответственно, сам хороший джим. Ох, приятно, ох, хорошо, объемненько, кисленько, и напиток раскрывается. Вот как аперитив вообще идеально. То есть вы сели, заказали ряд позиций, вам принесли первым, вы отпили, и понимаете, что все, это последнее заведение, и дальше больше никуда не нужно. Легонький, но приятный. Хорошо. Судя по заведению Окуба, лайфхак работает. Как только записываешь подводку, что очень долго несут, здесь уже полчаса. Ну, угорь и лосось суши могли принести. Сразу их приносят. Итак, ждем полчаса, это не дело. Выпили уже, так сказать, коктейльчик. Где угорь, лосось суши? По итогу прошло 40 минут. Мы уже хотели уходить, но мы все оплатили, поэтому до последнего сидим. Салат с креветками и авокадо 550 рублей. Так, давайте покажем, чтобы не было неонового света. Ну, раз креветка, два, три. Ну, в принципе, четыре, плюс авокадо довольно спелое. Артишоки, томаты, ну, нормально. То есть, в принципе, здесь для студентов, что ли, кафе. Это спелейшая авокадо. То есть, еще день, и я думаю, что оно бы само рассыпалось. Ну, приятно. Зажигалки? Да, не курим. Зажигалки. Не курим, солен. Вот. Минусы снимать на улице. То есть, люди проходят в разных состояниях, отвлекают. Но, с другой стороны, это же и лайф. Здравствуйте. Смотрели ваши видео. Спасибо большое, очень приятно. Вы смотрели видео, а сейчас смотрят, это, кстати, в прямом эфире. Ммм. И помидоры неплохие. То есть, не самые дешманские, не пластиковые. Креветочка хорошая, не резиновая, грамотно приготовленная. Масло тоже вот ароматное, душистое. И им хорошо приправлено все. Ну, здесь, годный салат. И артишоки его не удешевляют. В целом, выигрышно. Если у вас много свободного времени, вам сюда. Я знаю вас. Выборщите эти вкусные ролики. Я хочу вам респект сказать. Спасибо большое. Подпиши, что вообще здесь появились. Вообще, огонь пушка. Есть такое. Это приятно. Следующее блюдо, а точнее, блюда. Угорь и лосось, 210 угорь, 150 лосось. Один запеченный. Вот он. Без подсветки. Угорь и лосось просто острый. Прежде чем ты начнешь есть, Макс, хочешь, я тебе расскажу, зачем вот здесь вот на палках прорезь? Ну и зачем? Отламываешь. Так. Попробуй отломать. Да. Да. И с другой стороны тоже отламывай. Суперчком глаза. Спасибо. Так. И клади их на стол. Нет, нет, это нужно. И палочки вот так вот ты кладешь, чтобы не испачкать. Ты понял? А, о. Да. Век же, Век, это самое дело. Это тик-ток. Это база. Это база. Да, ну, класть не буду, но на будущее спасибо. Начнем мы со спайси лосося. 150 рублей. Ну, слушай, тоже адекватная цена. Ну, за хороший такой размер. Слишком сильно его замириновали. Да, это острое суши называется, и они немного пекут. Но вот слишком лосося забили. То есть его вкус не раскрывается. Рис, опять же, хороший. Но решил все собрать. Ну, вот до горечи его замириновали, чтобы вот он совсем все вкус потерял. А нам вот штуки дали? А, нам дали салфетки. И там вот штуки, то есть это еще и кальянная. Интересно, сколько стоит кальян? Давай ставки ставить? Сколько? Самый базовый вот на обычной чаше. Для студентов? Ну, давай, 1100. Мне кажется, по таким ценам, ну, 900. А сколько стоит кальян? Кальян у нас от 3000 рублей. А, что я тебе что сказать? Реально нечего. От. То есть до чего? А, 210 рублей, угорь запеченный. 3000. Ну, понятно, на чем они зарабатывают. Потому что, ну, все остальное реально довольно дешево для, как бы, этого местоположения. И для, в целом, качества продуктов. То есть, да, у них бывает перекос в плане готовки, маринада, соуса. Но вот базовый вкус и качество продуктов на хорошем уровне. Угорь 210 запеченный. Вот тут баланс, гармония на очень хорошем уровне. Что можно сказать по итогам? Цены адекватные, невысокие. Еда в целом вкусная. Да, есть перегибы с соусами, но в любом случае за такую цену достойно. Кальяны от 3000. Это, конечно, нелогично. Потому что даже на Рубинштейне есть пару кальянных, где, уверен, дешевле. И вот на соседней улице, не помню, как называется, но, в общем, на загородном. На загородном есть просто офигенная кальяшка. Поэтому в этом плане как бы проигрывают. Но, с другой стороны, может быть, у них по еде контингент студенческий, а по кальянам прямо вот лакшери там у них на каком-нибудь супердорогом фрукте. В чем рыбит такая цена? На рыбе. На рыбе, может быть. Вот. Но непонятно. То есть сюда поесть можно прийти, но только вечером после шести. И если вы готовы ждать, ну, сорок минут. Возможно, вам быстрее принесут, но просто я рассказываю то, как нам подали. Вот таким получился выпуск. Разнообразный, на мой взгляд, интересный. Четыре заведения, три на Рубинштейна, одно на правды, но все разноплановые. По атмосфере, по ценам, по тематике и так далее. Но в двух из четырех несли по сорок минут простецкие блюда, то есть которые можно было за 15 принести. Но в любом случае, у вас есть пища для размышления, у меня есть пища для желудка. В описании, как всегда, ссылка на мой телеграм-канал, где уже итоги по каждому блюду в каждом заведении. То есть, чтобы не забыть, можете перейти и свериться. Лучше всех, Макс Брандт, все другие ссылки тоже там. Чтоб не потеряться, подпишитесь на Рутуб, Одноклассники, ВК, все телеграмы и другие ютубы. И еще, кстати, на самом деле скоро сделаю, наверное, такой формат, который вы не видит нигде. Лучше всех, Макс Брандт, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова